Слушайте, происходящие политические процессы 2018 войдут в аналы истории. Такого за 20 лет существования Новой России не было еще ни разу. Чтобы власти настолько наплевали на свой народ и пошли с ним на открытую конфронтацию, да еще в преддверии выборов, вот это Алис. Это уже даже не просто плевок в лицо, это помочиться на голову называется, но обо всем по порядку начинаем. И так 9 сентября единый день голосования. В каких-то регионах будут избирать губернаторов, где-то мэров, в том числе в Москве, треть субъектов федерации выбирает себе депутатов, причем всяких разных муниципальных, областных, даже в Думу один перец требуется. А с чем же к этой кампании подошли претенденты на то, чтобы поуправлять нами еще 5-6 лет? Говорю же, такого не было никогда. И это мое никогда касается, в первую очередь, конечно же, партии власти. Всего за несколько месяцев после восхождения нового старого царя на трон, они таких дел наворотили, что теперь данную партию народ откровенно ненавидеть начал. А ее лидера, Димона, и вовсе расстрелять готов. Последнего, к слову, даже спрятать, предпочли от избирателей, чтобы не раздражал народ лишний раз. И вот она финишная прямая, а репутацию надо спасать. Даже наплевать уже на легенду стало, мол, царь хороший, бояре плохие. Зато мы теперь точно знаем, они одинаково хорошие. Это реальная журналистика, дядя Вова, ты крутой, поехали. Да-да-да, я об обращении президента к нации относительно пенсионной реформы сейчас, которая взбесила общественность. Не буду пересказывать, и есть монолог главного. Реформе в любом случае быть, вы поняли, да? Но вот на некоторых моментах хотел бы остановиться. И так, на старт, внимание. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю. Теперь детально. Почему только на нас, нищих, вся надежда, и почему нам все-таки придется попасть под замес? А потому что, даже оправдываясь перед людьми, Путин в очередной раз продемонстрировал, что своих он не сдает. Напомню, конечно, отметил главный, поступают предложения из разряда продать, например, дворцы пенсионных фондов, на которые потрачены, да и продолжают тратиться огромные деньги, но это слабо поможет ситуации. Ну что мы там денег-то выручим, копейки в глобальном масштабе, поэтому мы не станем этого делать. Во всяком случае, я так понял посыл ВВП. Есть дворцы, пусть будут. И кому какое дело, что купить дворец это одно, но его ведь еще обслуживать надо, что зачастую обходится гораздо дороже, чем сама покупка. Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что по сути они ничего кардинально не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Также технично главный слил и историю с олигархами, которых он уклончиво назвал нефтегазовым сектором и крупным бизнесом. Напомню, уже даже баба Нюра в деревне Кузяева поняла, что несправедливо это, когда одного из богатейших людей страны Рутенберга освобождают от налогов, потому что он, видишь, под какие-то там санкции попал. Причем не его бизнес пострадал и не страна, а он лично в частном порядке. И вот ему разрешили налоги не платить. Зато на внука бабы Нюры теперь дополнительные поборы навесили. Ну, кто-то же должен спасать экономику страны. Так вот, нормальные люди и баба Нюра тоже давно задают вопрос. Мы-то опять почему пояса потуже затягиваем, а эти яхты продолжают покупать пачками и новые ламборгини дарить своим отпрыскам или любовницам каждый месяц. Давайте как-то с этим подумаем. Раздухарился народ. Это тоже не спасет ситуацию, резюмировал Владимир Владимирович. Могу вам сказать, всего этого, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев. Более того, так мы поставим выплату пенсии, всю пенсионную систему страны в крайне уязвимое положение. В зависимости от перепада цен на мировых рынках углеводородов. Или, если перевести на русский язык сказанное только что, олигархов тоже трогать никто. Не будет расслабьтесь, сидите за газировкой. То есть, про прогрессивный налог мне очень понравилось. Я уверен, недаром на этом моменте дядя Вова сделал акцент. Нет, он сказал, что такой налог вводить, конечно, не своевременно. Но я уже много раз рассказывал, такие люди, как наш президент, воздух просто так не сотрясают. А что это значит? А значит это, что следующим шагом грабежа, скорее всего, может стать как раз вот эта вот история с прогрессивным налогом. Но мы же ведь проходили подобное, например, в июне, когда начальника объявил, вряд ли соберемся пенсионеров трогать, а на следующий день бац, и собрались. Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. Но вернемся к нашим баранам, к дню сегодняшнему. А вот теперь попытаюсь объяснить вам на пальцах, что же это за зверь-то такой налог прогрессивный. Короче, речь идет о том, что те, кто больше зарабатывают, соответственно должны и выносить на общак, то есть в казну больше. Те, кто меньше, разумеется, меньше. Вот только подождите радоваться, потому что уверенно тыщутся во всем этом подводные камни. Приведу простой пример. Помните, лет пять назад правительством и отдельными депутатами предлагалось ввести другой налог на роскошь? Наш безграмотный люд, тогда давай рукополискать, кричать, да-да-да, вот-вот-вот, давно пора. А я, вы знаете, не поленился и почитал тот проектик-то документа. И знаете, что выяснил для себя? Раз, два, три, поехали. А что под роскошью-то в нем подразумевались отнюдь ни яхты, ни виллы, и даже ни часики в миллионы рублей стоимостью, это как раз для авторов вообще по боку было, и под действием потенциального документа не подпадало. Определенный уровень доходов населения гражданина. Вот что делало человека роскошно живущим. И теперь барабанная дробь. Никогда не догадаетесь, о каких суммах шла речь. Делайте ставки, господа. Миллиард, миллион, часа. 45 тысяч рублей. То есть, если ты получаешь больше 45 тыр, ты уже живешь роскошно. И давай, плати налог. Опа, какой нежданчик-то, да? То есть, я тогда понял, что данный налог опять для меня придумали. А теперь вопрос. Вы как считаете, с прогрессивным налогом этим как-то по-другому будет? Ну, если тему с ним поднимут, конечно. Хотя мне, повторюсь, кажется, что поднимут и очень скоро. Ну, а вот это, слушайте, ну, честное, пионерское порадовало. Я прям во время прямого эфира рассмеялся. Безусловно, очень важное и очень нужное звено в семье. Это женщина. На ней все держится. Дом, очаг, дети, внуки. Да и несправедливо как-то. Мужики, пять лет перерабатывать должны. А женщины восемь пусть будет поровну. И даже бонус со своего барского плеча накинул. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей, на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Ребят, не показалось ли только, что было сказано нечто вроде «Рожайте бабы больше рабов». Ой, то есть больше избирателей. Ой, то есть больше солдат. Да что я запинаюсь-то все время. Больше поднимать или из колен, конечно же, бабы, рожайте и вам воздастся. Короче, чем больше нарожаете, тем быстрее на заслуженный отдых. Впрочем, повторюсь, это лишь сугубо мое оценочное осуждение. К слову, по поводу рожая, рожайте больше. Просто не могу вам вот эту фотографию не показать. Внимание на экран. Без комментариев. А вообще, если честно, и я об этом сказал в самом начале, у меня сложилось такое ощущение, что все это обращение было срежиссировано с единственной целью. В очередной раз отмазать единороссов перед выборами. Там уже такой антирейтинг, потому что, а Путину, нравится это кому-то или нет, люди все-таки еще хотят верить, люди готовы давать ему последние шансы. Если не случайно и тон-то был выбран такой, да? Ребят, ну поймите все правильно, мы же как лучше хотим. Не удивлюсь, если снова выстрелит. Вот не знаю, на каком языке еще объяснить людям, что такое политика. Скажу уже прямо, это всегда обман. И прежде чем пойдете голосовать в этот раз, я бы порекомендовал вам сделать одну вещь. Есть такой фильм, хороший, американский, хвост виляет собакой, посмотрите. Там очень четко показано, как на самом деле делаются выборы. Причем это не какое-то третисортное Г. Дастин Хоффман в том кино играет, Роберт Де Ниро, Эллен Хэтч, Кирстен Данст, удовольствие получите, а заодно, может, и выводы какие-то для себя сделаете. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет. А я ничего не могу. Я хочуlimо лапать и концулюла паэля. Аааа Ааа! Идите, переuerня, Продолжение следует...